Многодетная семья нуждается в помощи. Жительница Актау Пердегуль-Дюсимбаева одна воспитывает семерых детей. Седьмой на подходе. Сегодня они переживают не самые лучшие дни. 61 тысячи тенге – это ежемесячный доход. От безысходности женщина обратилась к нам в редакцию с просьбой помочь им. Мои коллеги смогли встретиться с Пердегуль и узнали о нелегкой судьбе матери-одиночки. Пердегуль-Дюсимбаева – жительница Козла Орды. Создала семью 18 лет назад. За это время у молодой семьи родилось шестеро детей. Жили в Алматинской области. Беда пришла неожиданно, вспоминает Пердегуль. В 33 года она встала вдовой. Муж умер в ДТП. После смерти женщина пережила все круги ада. Смерть мужа я переживала очень трудно. Получила стресс, лечилась у многих врачей, обивала пороги больниц, посещала психиатров. Но вылечилась я полностью здесь, в Мангистал. Во сне видела вещи сон. Словно Бекитата позвал меня к себе, и я приехала. Набрав силу на священной земле, женщина постепенно собрала своих детей. Семья живет случайными заработками. Пердегуль не боится работы. Где-то помоет посуду, где-то уберется. Главное, дети не голодали. Первые дни мы снимали квартиру. Заложила свои серьги, чтобы оплатить ее. Затем устроилась доставщиком на рынок. Попросила сверхурочную работу. Взяли поваром. Мыла посуду в столовой. За это мне платили 3,5 тысячи тенге в день. На дворе скоро будет зима, поэтому мать-одиночка вынуждена обратиться к неравнодушным жителям с просьбой помочь пережить им холодные дни. Пока мама зарабатывает на ужин, за самой маленькой присматривают старшие дети. В Мангистал много добрых людей. Они помогли мне собрать шестерых детей в школу. Вещами, школьными принадлежностями. Благодаря народу нам намного легче. Сегодня Пердегуль воспитывает детей в тепле и ласке. Дает им все, что в ее силах и руках. Семья находится в списке чередников за квартирой. Помимо нее, в квартире нуждаются еще 3 тысячи человек. Поэтому пока придет их очередь, Пердегуль вынуждена биться за каждую копейку. С ежемесячным доходом в 60 тысяч тенге – это выплаты от государства на детей. Жить трудно.